это жирная белка ребятки и она говорит вам привет с вами Леон и Алена и сегодня мы в игрушечном магазине мы поедем на бой иди на добром ты хочешь увидеть нечто упоротое? у меня нет таких колготок, мне нравится о бед, кто ты? 700 рублей из-за этого дерьмо, 700 рублей 700, сука, 700, сука, рублей из-за этого дерьмо все мальчики с автоматами, с пистолетами а ты с молотом Тора о господи, что это? опасный урфа, положи на место оно белое и милое да я тоже чем-нибудь умиляюсь я тебе не оставилась в этом умиляции у нас тело держи ровно не ты, не это слово, но оно не милое смотри, я хочу ладно, я поняла, как это работает упалим отсюда не, вообще, как бы, реально изображение черепов на детской продукции карается по закону вот, раньше была реклама детского напитка называется скелетон? скелетон, да это йогурт был это йогурт был, да вот, потом его сняли с продажи, потому что потому что скелеты потому что скелеты ну, они же прикольные они были ну, они были прикольные но это было не по закону я не понимаю, почему вот это сейчас вот проходит цензуру но они звуяки прикольные ну, это похоже на мексиканское оно мне нравится единственное, что мне подсказывает они нет, у них, смотрите у них возрастное ограничение 8+, то есть это даже не то, чтобы коллекционки это прям полноценные игровые куколки которые покупают дети ну, я не могу, я хочу ее 900 рублей вот что за фигня вот резиновая летучая может 900 рублей смотрите, ребятки что нашли это, короче, револьверы я в детстве такими вот вообще пулями вот эти вот пульками раньше они продавались полностью металлическими сейчас они пластиковые то есть два выстрела и все вот ее уже не будет да ну, нет, наверное, они на три выстрела ну, на три выстрела 900 рублей пипец стоимость заряжаешь барабан вот этой вот фигой ну, тут есть вот 80 патронов есть вот 144 типа пороховые такие ячейки они прям звук такой ну, смотри прикольный звук револьверов когда стреляешь вот хотя вот здесь не знаю, по ощущению вот выглядит как пластик вот вроде она даже и металлическая ну, надо просто посмотреть тут же написано игрушечное оружие с маркировкой основной металл элементы из пластмассы элементы из металла ну, вот элементы из металла ну, блин рекомендуем возраст от трех лет вот была бы она полностью вся из металла чтобы можно было еще, если не выстрелить так дать прикладом тяжесть это хорошо тяжесть это надежно даже если не выстрелит таким всегда можно врезать по башне хочешь дать прикладом? вот, смотри какой славный кусок пластмассового дерева пиу-пиу не, ну вот я бы хотела себе такой ты тут любишь дробовики, Лев? легкий штурмовая винтовка ну да, это уже потяжелее будет тут уже прикладом ну, может быть, заехать водой заряжать водное оружие Ренегат 2000 это знаешь, что вот как баллон Кока-Колы или не знаю и туда ментасы да, и ментасы и стреляет напор гораздо выше айронмен ты поиграешь со мной? с тобой ты с ним разговариваешь или со мной? с тобой, да, с тобой, конечно человек-муравей черновый паук не знаю, мне нравится почему они так дорого стоят, блин ооо, какая прелесть какие они маленькие вот, вот это прелесть дурак какой-то я человек пук не, Лев, ну вот смотри ну, вперед Майнкрафт? да, они вон тут разные есть тысяча рублей, твою мать тысяча рублей Майнкрафт но они такие милые ты посмотри молот Тора зашибись бегаешь такой по улице все мальчики с автоматами с пистолетами а ты с молотом Тора дракулаура скелета калаверас да, это extrapol но они прикольно стилизованы конечно нет, они взяли очень прикольно даже отдельно черепочка господи, господи, господи это что за херня, блин вот это что за херня вот это что за херня вот это, посмотри, что за херня это не люблю кентавров это мать твою не кентавр это наркомания больной сон больного наркомании есть мультики прямо какие-то вешают 9-15 это какой-то игрушка кукла индонезия кто ты как и сын полтергейста это короче типа дети знаменитых монстров а вот такие любезняшка ну вот это конечно нормально нормально и вот дети они хотят чтобы дети были со здоровой психикой после этого да но смотри там прям тетрадочка вон уголочек торчит в виде какой-то должен быть большой кошмарный риф вот честно у меня вот я проходила игру френд боу там были вот близняшки тоже сросшиеся девушки это было страшно должно вызывать ужас а вот 10 детская игрушка серьезно где 6 плюс зашибись 6 плюс у меня сестра маленькая ей 7 лет и ты бы не подарил бы не подарил что у них психика еще слабая дитя восприимчивая скажу погоди смотрю родители монстры гидра ты хочешь увидеть нечто упоротое давай вот вот это вот лицо оно привлекло мое внимание сразу manager его году и они все такие Shout out Вот на это вот посмотри, это просто ютубчик. Он как будто что-то знает. Он что-то знает. Самый огромный динозавр. Я втем говорю, у этого, смотри, тоже рептилоиды, есть даже шапочка, понимаешь? У них не должно быть шапочек, это же динозавра. Просто обзоры кукол сейчас делаем. Это шива. Это подводная шива. О, господи, подводная шива. Родители, это секрет. То есть тут смесь шивы и осьминога. Это как Урсула из «Русалочки», Шива из «Мортал Комбат». Родители, секрет. Угадайте, что делали из Шивы и осьминог. Мы знаем, что вы делали прошлым летом. Это типа подводная серия. Кошмарчик. Не знаю, вот эти куколки мне очень доставляют. Они прямо прикольные. Ну да, да, я так понял, тебе вообще. Да, не, ну вот это вот прикольное. Скелета Калаверос. Это виниловая куколка. Еще-то эмо-стиль вот этот прямо вообще. Ну, да, я удивлена, что это все еще популярно. На самом деле, раньше эмо как субкультура, да, вот ее погоняли. Но сейчас это превросло больше в поп-моду. Блин, ну смотри, как клево нарисовано, честно. В мексиканском стиле. Разваешь каждому свое. Это я маньяка. Они тут каждая... Короче, здесь несанкционированный обзор куколок Monster High, да? Тупень это из магазина. Да, у нас выгонят нахрен сейчас, если мы тут продолжать будем. Что еще? Да, есть вот курики, смотри. Там, по-моему, еще есть, нет? Да. А, вон там что-то... Сейчас ты подожди, все будет. Это получается, вот подводная серия. Тебе надо обзором кукол заниматься. Монал ей эти куклы-то, посмотри. Они какие-то все... Да ё-моё. У нее нога искусственная. Подожди, она вся искусственная, неважно. Убийственный стиль, причудливый недостаток. Это типа... А родители чьи? А, это... Ну, родители тут не указаны. Вот тут указаны родители. А это, видимо, ну, Голд Роджер какой-нибудь. Ой, Голд Роджер. Голд Роджер. Капитан Клинт. Капитан Клинт. Да. Чур меня, чур меня. Это ты подходишь к какой-то игрушке, у которой есть кнопка, на которую можно нажать. Но ты боишься, что если ты на нее нажмешь, она начнет очень громко орать, привлекать внимание. Привет, я Тайни. Наш имя любого из моих друзей в поезде-гинозавр. И мы с тобой поговорим. Я услышал только... Сейчас я, короче, своим пацанам шумано не приеду. Сейчас, короче, отскочим, побормочим. Вот я что услышала. И готов. Мы поедем на поезде-гинозавра. Мы поедем на поезде-гинозавра. По-моему, он только что пригрозил нас утопить в реке в ближайшей, что ли, я не понял. Ну, вот это уже что-то более простое. Вот у нас в детском саду были такие вот всякие коровки, козлятки. Ну, охереть, блин. Весело. Они были такие одинаковые. Почему у этих гинозавров уже пол ребра нет? Тут бракованные. Ну, если бракованные, они потрепанные. Ну, они потрепанные. Это мира южского периода, ой. В детстве я убил за такую игрушку, честно. Я очень сильно любил в детстве динозавров. Смотри, вот это вообще трэш. Это же этот. Как его? Я забыл. Я не помню. Диалоги о животных. Диалоги о животных, да. Диалоги о рыбалке еще. Иван Затевахин. Да-да-да. Юному натуралисту. Я смотрел... Так он давно, ну... Так ты и пенсионер, Лев, знаешь, что ты все это смотрел? Я мелкий был, реально смотрел его вот эти вот. Интересно было. Это мое дискавери детства было. И National Geographic. Российское дискавери. Это когда... Russian дискавери. О, смотри, уже есть фигурки Зверополиса. Забавно. Блин, вот Зверополис прикольные игрушки. Чего их так мало? Мне кажется, их скоро больше. А где Зайка? Зайки нету. Зайку разобрали. Скорее всего купили уже. Мне просто нравится вот когда вот... Вот эти вот губки. Губки? Фор Ю. Ты... Это тоже серия Призрачная. И это ведьма просто. Просто ведьма. 14 лет. Вот ты видишь, даже вот это вот 16. Вот это вот 14. Кибер-кукла? Она, видишь, вот кнопка выкол на лбу. Это полукруг с палочкой. Буйорк. Да, с фантазией у них явно все хорошо. Дочь робота. Роботы могут размножаться. Все. Скайнеты. Мое занятие – начинать музыку. Хацунэмико, что ли? Дракулаура. Угу. Прикольно же? Да, весело. Нет, не весело. Как хочешь. Особенно ценники по две тысячи просто. Да? О, франкин... Макмак... Ты язык сломаешь. О, просто на тебя. Ну, блин, обычное описание хоть какое-то. Ну, это типа... А, это, знаешь, эти морские чудища. Как в Ведьмаке. Помнишь, были эти топлуны или утопцы? Утопцы, ну... Да, это вот дочь утопца. Дочь утопца. Не, в принципе, стили у них всех клевые. Угу. На рисунке. А куклы они страшные, как черти. А зачем парни? Типа огненный мальчик какой-то, да? Ну, не знаю. Ну, видишь, что тут очень много серий. Вот с какими-то билетиками. Вот путешествия. Типа вот африканская серия. А, Элиза Бет, как летучая мышь. Элиза Бет. Да. Бет. Ну, короче говоря, ребята, вы сами все прекрасно видите. Это... Я не знаю, лично мне, вот я смотрю, мне нравится. Мне вот это прикалывает. Довольно приятный стиль. Но стоит ли это брать вообще, покупать? Не знаю. Просто вот кто-то покупает эти куклы пачками и дома их обозревает. Они такие пришли в магазин просто. Эй! Не, самые-самые ребята топовые. Вот, вот, вот это топуч. Сейчас я вам говорю. Самый топуч. 700 рублей за это дерьмо. 700 рублей. 700, сука. 700, сука, рублей за это дерьмо. Ёпта мать. Господи, блин. Держите меня семеро, блин. О, волосики. Ее можно расчесывать. Это не волосики, блин. Домой придем, я тебе покажу волосики. Которые остались на полу, когда я подстригался. Даже карточная игра с этими Монстер Хайками. Ну, это мы можем все позвонить. Я прям уже, я уже фанат. Я уже хочу этот Монстер Хай, они мне нравятся. Нет, сейчас четыре дополнительные карты, смотри. Не, вообще я люблю Уно. Я начинаю любить Монстер Хай. Они такие прикольные. Стильненькие. Не откроешь, не пиздец, я думаю. А что, кстати, можно, открываешь, колоду забираешь и уходишь. Коробочку закрываешь. Не делайте так, это плохо. Мы сейчас, короче, камеру выключим, пацаны. И ждите следующий выпуск, потому как мы играем, короче, в Уно. Карты Монстер Хай. Это что такое? Я хрен его знает, игра на составление слов. Но мне нравится, понимаешь, так вот, какой-нибудь момент неловкий. Ты так потрясу, какая коробочка с неожиданными поворотами и так вот. Та-дам. Ну, неожиданный поворот. Никто уже не помнит про неловкую ситуацию. Наверное. Господи, Монополий сейчас сделает совсем. Да просто заменяют персонажей, и все. А, ой, карты. Ты помнишь этот Хай, который поднялся? Ты, может, видел по рекламу, по телеку, типа, «Игрушка-кошка». Вам надоело играть в Монополий настоящей кошкой? Мы ввели игрушку-кошка. Сколько угара было с этой рекламой, я не могу. Такая тупость. Вам надоело играть настоящей кошкой? Кошка постоянно убегает? Что за дебилы играют кошкой? Молодцы. Маркетинговый ход прямо вообще вот такой вот. Да пошли они. Мне кажется, часть посетителей, которые приходят в игрушечный магазин, они играют здесь этими игрушками, они их покупают. Они наиграются, а потом уходят домой, счастливые, домой. Ну да, в принципе, мне вот хватило того, чтобы сейчас тут. О, Господи, что это за радикулит? Это мутировавший морфос. Я не знаю, откуда ты, о, морфос. Знаешь, такое чувство, как будто китайцы делали игрушки для разных, ну, разных назначений, и у них остались эти... Детальки? Детальки. И они их сплавили. Они их сплавили в одну игрушку, да. Да. Фу, огромный муравей. Человека-муравья убираем, короче, оставляем муравья и подкидываем кому-нибудь на стену. Фу, ну смотри, он мерзкий. Прикинь, реально, вот смотрите, просто вот эту штуку куда-нибудь на стену, и потом... И закричать, смотри, что-то ползет, и все. Да, допустим, родителей попугать, или бабушек. Ну, а почему, знаешь, что забавно, человеческая психология? Когда ты говоришь, смотри, что-то ползет, если это хотя бы отдаленно похоже на что-то мерзкое, человек все равно испугается, потому что он готов пугаться. Он додумает свое. И только через 2 секунды к нему придется, что-то, ааа, это возможно ко мне. Ну, не через 2 секунды, может больше. Блин, я вот ради прикола даже захотелось... А, допустим, за вот это вот 2 250 тысяч. Тут, короче, стартовая цена любой игрушки, неважно какой, где-то от 600 рублей, от 700 рублей. А вот это уже серьезнее. Это уже серьезнее? Вот это уже, смотри, это уже пустая коробка, чтобы дети не разбили. Шикарно. Это, короче, видимо, какая-то ездящая штучка. Батареек купить надо. Не таких, но надо. Капец, 500 рублей батарейки. Ну, какой-то большой, вот, с камерой. Это как дрон только, который ездит. И с него можно управлять планшетом. Рожденный ползать летать не умеет, назвать. Вот зачем она. Дрон, ох, дрон. Шалун, радиоуправляемый мини-дрон. Шалун. И просто, знаешь, в соседние квартиры залетаешь, через вот какую-то форточку пошалим. Слышал этот диалог? Угу. Просто. Она же стоит 400 рублей, сказала бабушка. А дуреть. Сказала еще. Все, Алену просто переключила. Знаешь, как в детстве хотелось вот такой вот крутой самокат? У меня был самокат, знаешь, какие были раньше на маленьких колесиках, какие-то узенькие, а вот это вообще топовый самокат. Мне кажется, современные дети уже на самокат крутятся. А зря, он офигенный. Я тебе похож на бомжа. Здесь подножка для самоката, Лев. Подножка для самоката? У меня самокатом подножка служил в ближайший собор. Вот такой бы я купил. Господи, Димаша и Медведи, это просто нечто. О, смотри, классический мишка. Такое, что перекореживало немножко. Ну, классический. Только ему в плечо видели, что всадили? Маячок. Если он сбежит из магазина, когда будет ночь, история игрушек просто вот, да, то он взорвется. Ужас, ты как по Лисайрус просто. Потанцуй. Что-то не знаю, что хуже прям. Что может быть хуже? Угу. Смотри, это просто самый крутой заяц. У него джип в Москве. Круто в Ангарске. И у него есть своя сучка. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА